В этом году «Тотальный диктант» отметил юбилей. Акция отпраздновала свое 20-летие. «Саранский диктант» впервые прошел в 2014 году и за 11 лет стал традиционным событием апреля. Однако 2024 мог стать исключением, но в последний момент стало известно «Тотальному диктанту в Саранске быть». Дело в том, что в этом году мы вообще планировали проводить диктант только в онлайн-формате, и очного формата не подразумевалось. Но в последний момент я переняла дела от предыдущего городского координатора, и мы решили совместно с университетом все-таки провести эту акцию, чтобы этот год, так скажем, не проседал, и мы создали точку притяжения для участников этой акции. В прошлом году диктант писали сразу 3000 человек на Огарев-арене. В этом году состав был намного более камерным. Всего 115 ценителей великого и могучего. Люди разных возрастов, профессий и интересов, несмотря на позднее объявление о проведении акции, все равно пришли проверить себя и выразить любовь и уважение к родному для каждого из них русскому языку. Если народ приходит написать диктант, приходит сам, по собственному желанию, это говорит единственное об одном. Есть люди, которые думают о будущем, о своем будущем, о будущем своего языка, о будущем своей семьи, о будущем своего народа. Потому что пока жив язык, народ жив. Нет языка, нет народа. Автором текста тотального диктанта стала Анна Матвеева. Участники писали отрывок из ее произведения под заглавием «Правда или желание». На столах только ручка и бланк, на лицах максимальная сосредоточенность, а в голове огромный список правил русского языка и сложный выбор между запятой, двоеточием или тире. Можно сказать, диктант прошел в узком семейном кругу, где все уже друг другу знакомы. Есть те, кто пишет его в одиннадцатый раз, а для многих это уже семейная традиция. Мы ходим уже не первый год. Я пишу диктант девятый год, Федя пятый, Лиза второй. То есть, честно говоря, мы каждый год ждем этого события. И когда вот, например, в этом году мы узнали, что возможно оно не состоится, честно говоря, мы расстроились. Поэтому, когда пару недель назад выяснилось, что все-таки диктант будет, мы были очень рады. Не могу сказать за своих детей, но для меня это ощущение какого-то праздника. У меня создаются праздничные настроения, я действительно жду этого дня. И в этот день я ощущаю себя, ну, как будто бы студенткой. Я с каждым разом узнаю больше правил по русскому языку. Мне это нравится. Традицию. Никто не ходит из моих знакомых в школе. Хорошо ходить, нравится. В совершенстве владеть русским языком важно и для журналистов. Поэтому проверить себя решили и мы. Ну что ж, диктант написан, все знаки припинания расставлены, орфография соблюдена. Надеюсь, что верно. Текст был достаточно сложным, но интересным. Надеюсь, что ошибок не будет. Но об этом мы узнаем немного позже. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, Народные новости.